Приветствую вас. Аспектов проблемы ваши. Несколько. Постараюсь их все облучить, постараюсь их все описать, постараюсь их все как-то проработать, но в рамках одного ответа сделать их, конечно, представляется достаточно сложным. Итак, первое, о чем мне хочется сказать, это, наверное, знаете, вот, ну, собственно, от начала, да, страх. Как остаться одной нашей жизни? Как вы думаете, как люди воспринимают человека, который реально, по факту, боится остаться один? Как люди, по-вашему, могут воспринимать такого человека? Просто попробуйте, вот, охарактеризовать отношения подобного типа. Это первое. Подобное отношение прорастает в зависимости, то есть в человек, который боится остаться один, это, как минимум, человек, который использует людей для того, чтобы не остаться одному. Ну, на мой взгляд, это, наверное, достаточно логично здесь. Из этого следует, что вам люди нужны, а близкие люди нужны для того, чтобы от них получать вот это вот ощущение как раз того, что вы не одна. И, может быть, именно поэтому люди к вам так и относятся, что вы, что в друзьях своих, что в молодых людях, вы растворяетесь, за это с ним всячески угодите поначалу, сделать все, что в ваших силах, чтобы они остались с вами, чтобы они не ушли, чтобы они разделили с вами вашу жизнь, ну и так далее, так далее, так далее. И вы готовы ради этого на многое. А больше, чтобы выслушать их проблемы, которых много, которых бесконечных количеств, потому что если человек увидит, что он может без всякого ущерба для себя делиться с кем-то тем, что его волнует, но это значит, что он будет это делать, и делать это будет очень долго, пока либо кардинально не изменится в его жизни что-то, либо пока, как вы это вот сами, ну как вы сделали, да, либо пока просто откровенно уже человека не оттолкнешь от себя. И при этом все равно человек будет в шоке и не будет понимать, почему я с ним, например, так поступил. Вот. То есть у вас есть изначальная вот эта вот попредственность в том, чтобы люди были с вами. Дальше. 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 Для чего это вам нужно? Почему вы так боитесь одиночества? Но будете вы одна. Или что? Чем для вас так страшно одиночество? Вы постарайтесь подумать. Понимаете, человек, который не может быть наедине с самим собой, человек, который постоянно нуждается в других людях, то это человек не самостоятельный. Это человек, который нуждается в этих людях. Люди чувствуют, что вы нуждаетесь в них и не ценят вас по этой причине. Потому что вы готовы жертвовать собой. Потому что вы чего-то боитесь. Чего вы боитесь? Понимаете, недостаток личностного роста, отсутствие личных границ, неумение использовать одиночество, скорее всего, приводит к тому, что вы говорите. Дальше. Следующий момент. Он касается того, что вы сравниваете себя другими людьми. Ну, в частности, с парочками, о которых вы упоминали. В частности, с людьми, у которых все хорошо и так далее. Здесь нужно сказать так. Когда вы сравниваете себя с другими людьми, вы инстинктивно забываете о том, что вы видите только внешнюю сторону ситуации. Вы видите внешнюю сторону отношений между людьми. Но не видите всего, всей панорамой, всего набора эмоциональных переживаний у этих людей. И не можете видеть. А люди по своей природе таковы, что они, собственно говоря, выставляют на боках только то, что хотят. То есть, они хотят показывать что-то для других. Я не это делал. А вы это видите. И думаете, что у людей все хорошо. Это ошибочное мнение. Потому что, как я уже сказал, вы видите только вершину айсберга и не видите всей картины. Поэтому не нужно постарайтесь не вестись на то, что видите. И не сравнивать себя с другими людьми. Дальше. Теперь то, что касается мужчин. Знаете, если вы, как говорите, у вас были братья, у вас мужчины, у вас, ну, легкость в отношениях, а конфликтов вы не выдерживали. Плюс ко всему, вам легче быть другом, то есть, вас воспринимают как друга. Здесь речь идет о недостаточной проработке модели женского поведения. То есть, рядом с вами, мужчины не чувствуют себя мужчиной. Именно. Вот, кем угодно чувствуют, только не мужчины. И это большая проблема. И прежде чем строить отношения с мужчинами, вам необходимо определить, так что же вы можете дать мужчинам, как женщина? Что же вы хотите получить от мужчин, что мужчина может вам дать? То, что вы написали, простите, это несколько идеализированное видение, потому что в реальности такое бывает редко. В реальности совсем не так, чтобы разговаривать на все темы абсолютно непринужденные. Это все от того, что это у вас будет очень маленькие. И я рекомендую вам сразу постараться от этого отойти. Потому что, ну, вам, для вас же это будет лучше на самом деле. И поверьте, из этого ничего хорошего не выйдет из такой идеализации. Кстати, идеал означает, что вы подгоняете человека под свой взгляд, ну, или не под взгляд, а под свое восприятие мира, если угодно. И подгоняете человека под восприятие своего мира, вы тем самым давите на него, чтобы он был именно тем, с кем вы хотите его видеть. А это не есть хорошо. Потому что люди любят, когда их принимают такими, какие они есть. Вы полагаю, это делаете только в контексте друзей. Вот вы принимаете людей, когда вам жалуются, но при этом, как бы, ну, принимая людей, когда они жалуются, вы не принимаете людей как личных партнеров, получается. А это плохо. И не принимаете вы личных партнеров именно потому, что у вас есть идеал. Идеал мешает вам, в данном случае, нормально расправить отношения, принимать людей, давать им шансы. Поскольку общие интересы у вас есть, есть у вас общие взгляды, то есть формальная основа для отношений есть, значит, нужно только одно. Женское поведение и возможность дать мужчине понять и ощутить, что он может быть с вами мужчиной. Далее. Что касается ваших родных. Вообще, если вы сомневаетесь в себе, то сомнения в себе, они не выглядят чем-то таким уж, знаете, странным, чем-то таким уж и расшаманом. Потому что, ну, ваша семья, она относится к вам, мягко говоря, странным. То есть причина, по которой ваша семья относится к вам именно так, а не иначе, для меня, вообще-то говоря, непонятно. То есть, всегда ли они, они вас, например, жалели? Если да, то почему? Всегда ли они относились к вам вот так, как сейчас? Если да, то почему? И что и Медвиков? Воспринимаете ли вы их слова всерьез? Вот то, о чем вам стоит сейчас подумать. Если, предположим, вы воспринимаете их слова всерьез, то возникает тогда такой вопрос. А что заставляет вас это делать? Почему вы считаете, что они обязательны справа? Может быть, у них свой мотив, так говорить? Может быть, у них какое-то еще для себя обоснование так себя с вами вести? Может быть, они самоутверждаются за ваш счет? Вам нужно проработать детско-ходительские отношения, отношения с родственниками. И в обязательном порядке я бы порекомендовал вам смотреть на них уже не как член семьи, а как человек. И как человек анализировать их поведение, их поступки. Дальше, значит, то, что вы говорите. Отже, так. Вот что так. Мотивирует себя. Надо просто поменять отношение к ситуации и все остальное на свои места. Я достойно быть счастливой. Вы на самом деле, ну, я не знаю, вы откуда вот это вы взяли, но вы тратите свою энергию в пустую. На этом. Никакая мотивация, никакая установка подобного рода вам не поможет. Наоборот, будьте духовной силой своей тратите, эмоциональную энергию в никуда использовать и все. Счастливой вы не будете. Вам нужно думать о себе, развиваться, организовывать свою деятельность, оснаивать новые культурные ценности, наметить в себе варианты личностного роста. То есть спросить себя, кем вы хотите себя видеть, кем вы хотите себя воспринимать, кем вы хотите себя чувствовать, какой вы видите себя, какая вы идеальная, без семьи, без, вот, без кого бы то ни было, без других людей, только вы и к этому стремиться. Дальше. Вот вы здесь пишите. Говорить человеку искренне, как люблю его, просто утром готовить вместе завтрак, говорить на любые темы, не бояться быть настоящими. Для чего вам это все? А сейчас вы боитесь быть настоящими? А почему? Не боитесь быть настоящими? Знаете, человек воспринимается вами здесь, как средство. И вот это очень плохо, на самом деле. Человек воспринимается вами, как средство для достижения того, чего хотите вы. И он, в вашем представлении, должен дать вам то, чего хотите вы. Ну, при этом, как бы, речь идет о том, что он совершенно не должен этого делать. Вообще. Ну, вот не должен этого делать. А вы считаете, что это должен. И мало того, что вы хотите получить от него это, так вы еще, ко всему прочему, вы еще, наверное, не принимаете человека, если он вам вдруг не дает то, чего вы хотели бы. Вот согласитесь, это не самая лучшая основа для отношений. Это не самый лучший вариант для построения отношений. Так как отношения строят два независимых человека, свободных, сами по себе, понимающих, чего они хотят, и имеющих свой путь. То есть, у вас же есть личный интерес в том, что вы хотите построить отношения. То есть, есть сверхмотивация. И именно сверхмотивация мешает вам добиться своей цели. Помните, игру больше чудеса. Собственно, разгрузить сверхмотивацию вам и нужно. И тогда, я полагаю, вам будет куда проще, чем сейчас. На этом все. Сказано было много. С вами нужно работать. С вами нужно проводить ряд сеансов. Я бы сказал, что нужно вот каждую, каждую из этих проблем, которые я наметил и облучшил разбирать. Если у вас есть желание, если у вас есть стремление, все это можно сделать. Так, кстати. Родные, они могут уговорить вам все, что угодно. Это их право. Вам нужно понять главное. Что их вам не переделать люди, они взрослые. Вам нужно жить в своей жизни. И, наверное, первоначальная цель – это жить отдельно. Чтобы не мешали, не избивали, не расстраивали. И чтобы вы подчеркивали себя свободно. Ну, глядишь, и эта свобода поможет вам быть той самой настоящей, которой вы сейчас не являетесь. На этом все. Надеюсь, что он помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!